В этом доме живет Елена Пелюстка с мужем и двумя детьми. Из Владивостока в Анапу она переехала, потому что дочке нужна реабилитация. А ездить сюда за тысячи километров очень накладно. Новый дом в Приморье, где она получила квартиру как вдова военного, построили с ошибками. Жить в нем оказалось нельзя. Тогда она взяла материнский капитал и приобрела участок в дачном товариществе Черемушка. Говорит, что исправно платила по счетам, но около месяца назад не стало электричества. Ужасно. Ребенок постоянно просит мультики. Старшему сыну, средний сын старается уроки делать днем, потому что вечером невозможно при свечах, при фонариках делать свет. Постирать приходится на руках. У нас выхода нет искать съемное жилье, потому что, как говорится, можно бросить все и уехать. Но если бросить все, то мы останемся без дома. И все, что наживали в доме своими силами, естественно, это все обворуют. Ну как, внесут. В анапском филиале «Кубанинергосбыт», который подает напряжение на трансформатор, показали распечатку. За год задолженность товарищества выросла более чем в два раза и составила 343 тысячи рублей, превысив среднее потребление за три месяца. В этом случае должников отключают. Сегодня идет переход на высокоточные приборы учета. Председатель товарищества Олег Евченко считает, что новый счетчик, который передает показания дистанционно, иногда начинает вести себя странно. В октябре прошлого года он показал в три раза больше, чем товарищество потребляет обычно в этот период. После того, как пошли разногласия с головным, мы приобрели новый счетчик точно такой же класса точности и установили последовательное соединение цепи, тем самым дублируя показания того головного счетчика. Прибор заменили. На протяжении трех месяцев между показаниями двух счетчиков не было никаких разночтений, но сейчас, по словам Олега Евченко, они вновь появились. В деньгах у вас составит порядка 70-80 тысяч. В летний период разница фигурирует от 30 до 40 тысяч. То есть это то электричество, которое поселок на самом деле не нажигает. Председатель подозревает, что к устройству кто-то может иметь удаленный доступ и настаивает на независимой экспертизе. Энергетики говорят, что изменить показания счетчика через интернет невозможно, а ошибаться может как раз прибор, установленный по инициативе товарищества. Одна из главных проблем – это общий котел, в котором сложно отследить отдельные потоки. Сегодня внутренние сети взяла на обслуживание компания «Трансэнерго». Возле дома Елены уже стоит высокоточный счетчик. По ее словам, скоро она получит договор и другие необходимые документы. Получив акты границ раздела от «Трансэнерго» и акт калибровки счетчика, то есть опломбировки счетчика, заходит человек с правоустанавливающими документами, свидетельство или выписка на землю или дом и заключает прямой договор. С этого момента, первый обратившийся и заключив договор, автоматически нам придется включить полностью трансформаторную подстанцию «Сота» и потребитель будет получать электроэнергию, и за ним должны уже пойти все потребители и заключить прямые договора. В Кубани Наргосбыте рассчитывают на то, что коллегам удастся упорядочить потребление. Вместе с тем долги товарищества никуда не денутся. Рано или поздно их придется оплачивать. Возможно, реструктуризация на три месяца. Игорь Таран отмечает, что сегодня в Анапском районе 15 садово-городных товариществ. Долги только в трех, включая ДНТ «Черемушка». Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.